Всем привет дорогие друзья, с вами Некрос и сегодня я расскажу вам о некоторых новостях игрового мира в этом выпуске. Что нас ждет на Е3 2015 от Bethesda? Telltale затевает что-то непредсказуемое. Итак, начнем. Компания Bethesda объявила, что впервые проведет на Е3 2015 свою собственную пресс-конференцию. Вероятно можно ожидать крупные анонсы, например Fallout 4 и демонстрацию перезапуска Doom. Студия Telltale Games подтвердила, что она разрабатывает совершенно новый оригинальный проект. Обычно данная студия выпускает игровые сериалы по уже существующим вселенным. Например, The Walking Dead, The Wolf Among Us и Game of Thrones – A Telltale Games Series. Подробностей о новой игре пока нет. На данный момент разработчики не могут делиться подробностями. О производстве проекта на основе новой интеллектуальной собственности стало известно в январе этого года. 10 февраля состоялся запуск Evolve. Физические версии для PC уже появились на полках российских магазинов, а диски для приставок станут доступны в ближайшие дни. Все версии игры полностью переведены на русский язык. Снова Dying Light заняла первую строчку чарта продаж Steam. Второй самой доходной игрой за прошлую неделю стала мрачная пошаговая RPG Darkest Dungeon. Третья строка досталась GTA V. Четвертое место занимает H1Z1, ну а пятое – Counter-Strike GO. Ну и последняя на сегодня новость. В Heroes of the Storm добавили потерявшихся викингов из старой игры Blizzard The Lost Vikings. Если вы впервые о них слышите, небольшой трейлер познакомит вас с Олафом, Болиогом и Эриком. В галерее есть несколько изображений с обликами и набросками. В игре они действуют как команда и могут передвигаться независимо друг от друга. Игрок может управлять сразу всеми викингами или каждым по отдельности. Их могут убивать по одному, у каждого свой счетчик возрождения после гибели. Олаф более живуч, Болиог может наносить урон врагам находящимся за целью, а Эрик двигается быстрее и атакует с большого расстояния. Ну что ж, и на этом пожалуй все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и играйте в то, что вам нравится.